Свидетель сновидения. 14 марта 1993 года. Добрый день. Хорошо снова быть с вами. Я приветствую вас от всего сердца. Я люблю каждого из вас именно таким, какой он есть. Все хорошо. Нет никаких ошибок. Все на своем правильном месте. Вы должны всегда понимать это. Все всегда на своем правильном месте. Ошибка в вашем уме, а не в том, как что-то выглядит. Превзойдите ум, и тогда, куда бы вы ни посмотрели, вы увидите гармонию. Позвольте задать вам вопрос. Какова цель вашего прихода на сатсанг? Зачем вы пришли сюда? Если вы пришли для того, чтобы послушать лекцию, вы пришли по неправильной причине. Если вы пришли с развлекательными целями, то вы пришли по неправильной причине. Если вы пришли для того, чтобы сравнить ректора с другими ректорами, то вы пришли по неправильной причине. На самом деле, если ваше сердце не открыто, то нет вообще никаких причин для того, чтобы приходить на сатсанг. Если вы приходите на сатсанг с открытым сердцем, то реальность будет вашей. Не моя реальность и не ваша реальность, а та реальность, которую люди называют Царством Небесным, Царством Божиим. Вы уже то, но у вас так много концепций, что вы скрываете его. У вас так много чувств, догм и мировоззрений, что вы скрываете божественность. Поэтому вы должны открыть свое сердце и позволить его сиять в вашей реальности. Как вы делаете это? Вы делаете это за счет того, что сохраняете безмолвие, не судите и оставляете мир в покое. В этом мире всегда будет что-то, что нужно исправить. Либо в вас самих, либо в вашей семье, либо в людях, либо в самом этом мире. Из опыта мы знаем, что вы не можете этого сделать. Исправление всегда делается внутри себя. Потому что это вы, ваше «Я» с маленькой буквы, видит проблему. Но если вы попытаетесь разрешить проблему вовне вас, то она никогда не будет решена. Нужно знать истину, понимать, кто вы есть, и работать над собой. И это приносит вам покой и реализацию. То, что вы видите, то, о чем вы думаете, то, что вы обоняете и слышите, то вкус, чего ощущаете, — это все ложное воображение. Оно кажется реальным. Это кажется очень реальным, подобно тому, как кажутся реальными мир и ваше тело. Но если вы исследуете это, то вы выясните, что в нем нет никакой реальности. Пусть вас не тревожит то, что происходит в вашей жизни, будь то болезни, отсутствие чего-то или ограниченность. Что бы с вами ни происходило, что бы ни случалось, не беспокойтесь из-за этого. Идите глубоко внутрь. Ищите реальность. Делается это за счет того, что вы становитесь спокойными. Не спорите, не пытайтесь сделать так, чтобы что-то происходило. Вселенная знает, как очистить себя. Всякий раз, когда происходят изменения, кажется, будто происходят беспорядки и катаклизмы. Все эти вещи необходимы для того, чтобы на этой земле происходили изменения. Для того, чтобы могла вырасти прекрасная роза, должно быть уничтожено семя. И если бы вы были бы размером с атом, разрушение семени розы было бы для вас подобно землетрясению. Однако, когда все успокаивается, появляется побег, и роза цветет, наполненная красотой и счастьем. То же самое и с вашей жизнью. Никогда не считайте страдания чем-то плохим. Никогда не говорите, почему это случилось со мной. Я всего лишь бедный невинный свидетель. Для того, чтобы произошли изменения, сначала должно случиться какое-то потрясение. Например, если вы хотите получить новую работу, то вам может понадобиться сделать много изменений. Возможно, вам придется переехать в другой город, завести новых друзей и расстаться со старыми. Купить совсем другую одежду. Чтобы вы могли получить новую работу, что-то должно произойти. То же самое и с вашей жизнью. Что бы ни случилось в вашей жизни, никогда не жалеете себя. Никогда ни к чему не относитесь слишком серьезно. Ибо и это тоже пройдет. Если вы занимаетесь духовной работой, то с вами все всегда будет хорошо. Но если вы вовлечены в мелочи, в материализм, то у вас может быть нервный срыв и большие проблемы с умом. И пытаясь сделать себя счастливыми, вы будете выполнять самые разные ритуалы. Счастье – это ваше право по рождению. Вы счастливы. Каждый из находящихся здесь целиком и полностью счастлив. Тем не менее, некоторые из вас думают, что это не так. Это связано с вашей неправильной идентификацией. Вы отождествляете себя с ситуацией, которая рано или поздно все равно изменится. И если вы прежде не работали над собой, то когда придет время, вы не сможете справиться с этим. Что я имею в виду, когда говорю о работе над собой? Я имею в виду, что вы понимаете истину о себе. Понимаете, кто вы и что вы. Что вы знаете, что вы не тело, не обстоятельства, не ситуации, не мысли. Вы отрицаете весь мир. Вы отпускаете весь мир, всю Вселенную и реализуете ваше истинное Я. Тем не менее, люди вовлечены в вещи. Они думают, что они реальны. Они становятся уязвимыми. А когда я говорю, что это подобно сновидению, вы мне не верите. Вы говорите, как это может быть сновидением? Это невозможно. Это происходит в моей жизни. Это все происходит в моей жизни. И мир пребывает в полном беспорядке. Как может это быть сновидением? Как я могу видеть во сне весь этот мир, который я вижу перед собой, как безбрежное великолепие, как гармония и дисгармония, как место, где происходят самые разные вещи. Как это может быть моим сновидением? И все же, откуда приходит тот сон, который вы видите ночью, когда ложитесь спать? Откуда он взялся? Кто дал ему рождение? Никто иной, как вы сами. В этом сне вам может сниться, что вы еще маленький, что вы еще новорожденный. Затем вам исполняется пять лет, вы идете в школу, затем вы подросток, далее вы идете в колледж, вы становитесь бухгалтером, вы вступаете в брак, у вас есть дети, вы путешествуете по всему миру. И в вашем сне все это происходит всего за несколько секунд. Вы знаете, что сновидение длится лишь несколько секунд. И в этом сне проходит вся ваша жизнь. Почему вы не можете согласиться с тем, что то, что вы называете состоянием бодрствования, это тоже сновидение? В состоянии бодрствования вы были маленькой девочкой или мальчиком. Так же, как и во сне, вы выросли и стали такими, как сейчас. Нет никакого отличия. Нет абсолютно никакой разницы между сновидением и состоянием бодрствования. Однако, когда вы находитесь в состоянии сновидения, то принимаете его всерьез. Сновидение вы по самым разным причинам сердитесь и расстраиваетесь. А потом, когда вы просыпаетесь, то смеетесь над собой. Вы говорите, «Представьте себе, я был осужден и сидел в тюрьме. Во сне я попал в тюрьму на 15 лет. Я попал под пояс. Мне ампутировали ноги. А затем я проснулся, и вот я здесь». И тогда вы будете смеяться. То же самое произойдет с вами в этой жизни. Когда я рассказываю вам эти вещи, я делюсь с вами своим собственным опытом. Я не рассказываю вам то, что прочитал в книге или то, что услышал на лекции. Я делюсь с вами моим личным опытом. Вы видите смертный сон. Единственный способ пробудиться – это не принимать его всерьез, а наблюдать его, смотреть на него, но не реагировать на него. Это единственный способ пробудиться. Вы можете выбрать, делать вам это или не делать. Но по утрам, поднимаясь с постели, вы должны напомнить себе, «Я только что проснулся». Вы говорите себе, «Я перешел из одного сновидения в другое». Если вы будете напоминать себе об этом, когда вы просыпаетесь утром, то вы вполне сможете соответственно вести себя весь день. И этого вам хватит на весь день. Потому что вы не будете слишком вовлекаться в мир. Вы не станете выносить суждения. Вы оставите все в покое. Представьте себе, что ночью вы снова видите сон, но теперь вы знаете, что это сон. Будете ли вы реагировать на что-то, если вы знаете, что это сновидение? Будете ли вы реагировать на ситуации, если знаете, что вы видите сон? Конечно, нет. Вы будете смеяться. Вы будете видеть, что идет война. И вот вы оказались на поле боя. И вы говорите, «Что вы делаете? Это все сон. Бросайте оружие. Вы тратите время впустую». Никто не умирает. Никто не убит. Никто не рожден. И это все сновидения. И за такие слова вас, наверное, расстреляют. Не имеет никакого значения то, что вас расстреляют. Вы знаете, что вам снится сон. Поэтому вы свидетельствуете, что вас стреляют, и продолжаете смеяться. И тогда вы просыпаетесь, будучи уверены, что это было сновидением. И так я полагаю, что единственное различие между вами и мной заключается в том, что я все время знаю, что это сон. Соответственно, не имеет значения, был я расстрелян или нет, стал мультимиллионером или стал нищим. «Все это одно и то же, ибо я понимаю, что это сон. Я осознаю это. Я это знаю. Я не думаю об этом. Я не надеюсь, что это так. Я не молю об этом. Я свидетель всего процесса». Помните об этом даже во время ночного сновидения. Но теперь помните, что вы больше просто не видите сон. Вы больше не попадаете в сети сновидений. Вы бодрствуете во время сновидений. Подумайте над этой ситуацией. Вы видите все, что происходит, но это не беспокоит вас. Вы видите, что все постоянно меняется и меняется, как это и должно быть, но вас это не беспокоит. Вы также понимаете, что если вы вовлечетесь в это сновидение, то вы забудете, что вы видите сон. Вы забудете, что вы видите сон. Если вы вовлечены в сновидения, то вы забудете о том, что это сон. Но до этого вы практиковали. И вы все контролируете. Что бы ни случилось, вы не будете реагировать на это. Вы запомнили, почему вы не будете больше делать это? Потому что, если вы будете реагировать на это, то станете частью сновидения. Вы забудете, что вы видите сон. Вы будете видеть сновидение во сне. Вы будете в глубоком, сюрреалистическом сне. Вот что представляет собой Жняня. Он – это свидетель сна. Взгляните на свою жизнь. Подумайте, ведь это вы сами сделали так, что вещи кажутся вам настолько серьезными. С тех времен, когда вы были маленькими мальчиками или девочками, вы все принимали за нечто само собой разумеющееся. Представьте себе, что вы понимали бы это в те времена, когда были маленькими мальчиками или девочками. Но вон где вы оказались. Вы видите смертный сон. Он кажется вам реальным. Вы реагируете на него. Вы увязли в нем. Вы жалеете себя. Еще раз. Если бы вы были свидетелем своего ночного сновидения, то вы бы не пытались стать лучше. Вы бы не пытались улучшить свои дела. Вы бы даже ни на что не реагировали бы. Потому что нечего улучшать. Потому что вы – это совсем не то. Сновидения подобны изображениям на классной доске. Одни изображения могут быть стерты, а вместо них могут быть нарисованы другие. Затем и новые изображения могут быть стерты, а вместо них вновь могут быть нарисованы другие, и так далее. Сновидение подобно пузырям в океане. Пузыри приходят и пузыри уходят, но океан остается прежним. Сновидение подобно воде в мираже. Оно не существует, но кажется реальным. С вами то же самое. Вы кажетесь реальными. Вам все кажется реальным, но это не так. Я снова говорю, не верьте тому, что я рассказываю. Выясните это сами для себя, докажите это себе. Единственный способ, которым вы можете доказать это себе, практикуя садхану и духовные дисциплины. Если вы ничего не делаете, то вы ничего не получаете. Вы просто идете по жизни, подобно листку, несомому ветром. А затем ваша жизнь закончится, и вы вновь появитесь где-то еще. Потому что вы продолжаете видеть сны. В этом сне есть реинкарнация, есть карма, есть Бог. В этом сне происходят самые разные вещи. Но также помните, сновидение изначально исходит из вас. Оно исходит из вас, откуда бы еще оно взялось. Кроме вас нет никого, кто мог бы стать причиной сновидения. Кто вызывает сновидение, которое вы видите ночью? Вы можете видеть сон о Боге. Вы можете видеть сон о карме или инкарнации. Вы можете видеть сон о том, что вы ангел. Вы можете видеть сон о том, что вы попали на небеса, и вы слышите музыку блаженства. Что делает так, что все это происходит? Вы. Есть только вы. Вы являетесь причиной всего, что происходит. Всего. Опять же, чтобы доказать это, вы погружаетесь в сон, в глубокий сон без сновидений. И вы не видите никаких снов. Вы пребываете во сне без сновидений. Вселенная пропала. Мир пропал. Ваше тело пропало. Бог пропал. Ваши неприятности пропали. Все пропало. Вот почему, когда вы просыпаетесь, то говорите, «Я чувствую себя освеженным. Я хорошо поспал». Потому что вы были вне мира и его проявлений. Вы должны стать свидетелем также и этого сна. Не деятелем, а именно свидетелем. Тут большая разница. Деятель считает, что тело и ум реальны. Таким образом он должен действовать. Он должен делать так, чтобы что-то происходило. И при этом он вовлекается в мир. Свидетель же на самом деле просто воображает, что все в порядке. Даже если у него пока нет реализации, он все равно в меру своих способностей пытается свидетельствовать все. Он становится тем, кто видит. Он становится свидетелем всех событий на этой земле. Но он никак не реагирует. А если он не реагирует, то ум становится все слабее и слабее. Потому что он больше не имеет ничего общего с происходящим. И так до тех пор, пока ум не будет превзойден, и вы не станете свободными и освобожденными. Выбор всегда за вами. Как я уже говорил раньше, не верьте ничему тому, что я говорю вам. Почему вы должны этому верить? Это было мое переживание. Но у вас должно быть ваше собственное переживание. И от вас зависит, когда оно придет к вам. Иногда люди спрашивают. Роберт, когда я буду иметь это переживание? Я жду уже 30-40 лет, и у меня не было вообще никакого переживания. Я практикую садхану, но ничего не происходит. Поэтому я говорю каждому человеку то, что именно ему нужно услышать в это время. Одному я могу сказать. Доверьтесь Богу. Сдайте все Богу. И все будет в порядке. Другому я могу сказать. Практикуйте самоисследование. Вопрошайте, у кого нет такого переживания. Кто думает, что у него нет переживания и просветления? Кому это приходит? Кто чувствует это? Продвинутому преданному я скажу. Пребывайте в покое и знайте, что я есть Бог. При этом подразумевается не Роберт, но я есть. Пребывайте в покое и знайте, что я есть, это Бог. И преданный поймет это. Он закроет глаза и углубится в истинное я. Таким образом мы работаем на многих уровнях сознания. Некоторые люди задают мне определенные вопросы и хотят получить определенные ответы. Я сразу же чувствую, что их эго настолько велико, что в этом воплощении ничто не сможет спасти их. В этом случае я буду пребывать в безмолвии. Мне нечего сказать. И они должны остаться в безмолвии. Они сразу же начинают работать над собой. Таким образом, все люди разные. Куда вы отсюда пойдете, определяется тем, что вы из себя представляете. Это полностью ваше дело. Когда приходит ваше время оставить это тело, покинуть его, вы не можете взять с собой никого и ничего. Вы не можете забрать с собой никакое свое имущество. Вам придется оставить все те вещи, за которые вы боролись. Все ваши убеждения, все ваши политические взгляды. Все это вам придется оставить позади. Так что вам очень повезло, что вы имеете возможность слышать об этом. Не тратьте свою жизнь, обсуждая политику, мир, людей или места. Спасите себя. Спасите себя. Я полагаю, что это еще одна причина, по которой мы должны проводить сатсанг. Это дает вам возможность снова и снова слышать это. И так до тех пор, пока что-то не сработает и что-то не произойдет. Единственный человек, который может на самом деле спасти вас, это вы. Примите прибежище в истинном «я». В конце каждого дня оглядывайтесь назад и смотрите, как вы провели этот день. Как вы реагировали на ситуации. Это даст вам хорошее представление о том, где вы находитесь. И это между вами и вашим истинным «я». Смотрите, какой был у вас день. Говорите себе, что повлияло на меня сегодня. Задевала ли вас жизнь со всеми ее превратностями. Думает ли ваш ум постоянно о чем-то. Думает ли он о человеке, мистере и вещи. Вы должны быть абсолютно честными с самими собой. И это ваша жизнь. Вы можете делать с ней все, что хотите. Я могу лишь объяснить вам, как работает Вселенная, рассказать, что происходит, и поделиться своим переживанием. Вы должны научиться любить себя именно такими, какие вы есть. Если вы действительно любите себя, то вы будете любить других. Какими бы качествами вы не обладали, именно эти качества вы видите в других. Помните о том, что нет никакой машины, которая штампует части Вселенной. Нет никакого Бога, который создал эту Вселенную. Все исходит из вашего собственного ума. Вы должны думать об этих вещах, когда вы просыпаетесь по утрам. Не вставать, одеваться и сразу идти на работу. Не смотреть телевизор и не читать газету. И это ваше сновидение. Что вы делаете с ним? Может быть, вы потерялись в этом сне? Может быть, вы считаете мир реальным и, соответственно, реагируете на него? И это ваш выбор. Интересно, что когда я говорю с людьми, они рассказывают о том, что происходит в мире. Обо всей той мерзости, которая в нем творится. И я говорю им, что если вернуться на 50 лет назад, то окажется, что с разными людьми происходило то же самое. И так же было и 100, и 200 лет назад. И те же вещи снова и снова будут происходить с разными людьми. А глянетесь ли вы назад или посмотрите вперед в будущее, мир всегда будет этим миром. Мир все продолжает и продолжает изменяться. Это единственное, что он может делать. Мир будет все время изменяться. А потом он начнет все сначала. Этот мир очень хитер. Он обманет вас. Вы думаете, что мир задевает вас. Но мир, так сказать, переживает свою собственную карму. И люди реагируют на происходящее изменение. Как это глупо. Другими словами, они не работают над собой, стараясь стать свободными и освобожденными. Их заботит то, что происходит в мире, и они пытаются что-то изменить. Будет казаться, будто что-то меняется, но ничто никогда не изменится. Все всегда будет тем же самым. Все будет продолжать изменяться, а затем вновь и вновь становиться прежним. Разные ситуации, разные люди, разные обстоятельства, но тот же самый мир, делающий все те же самые вещи. Я полагаю, что нужно целиком и полностью отвратиться от этого мира. Не иметь никаких желаний, стремлений или потребностей. Это не означает, что вы умрете от голода, или что это станет причиной ваших проблем. Наоборот, о вас хорошо позаботятся. Если только вы станете спокойными и будете наблюдать, как все происходит, то вы станете подобны гигантскому красному дереву. Подумайте, сколько сотен лет стояли эти секвойи там, в Северной Калифорнии. Сколько войн они видели. Сколько убийств они видели. Сколько людей рождалось и умирало за время их жизни. Они просто величественно стояли, ничего не комментируя. Люди приходят и люди уходят, но гигантское калифорнийское мамонтово дерево просто стоит во всей своей красе и великолепии. Вы должны уподобиться гигантскому красному дереву. Пусть вокруг вас что-то происходит. Не реагируйте на это. Пусть все происходит так, как оно происходит. И вы будете избавлены от страданий и бессмыслицы, которые переживает большинство людей. Итак, подведем итог. Когда вы встаете утром, станьте свидетелем всему тому, что вы видите. Не принимайте ничего как должное. Ни на что не реагируйте. Не жалейте себя. Каждое утро – это новое начало для вас. Когда вы встаете из постели и одеваетесь, поймите, кто вы есть. Я есть чистое осознавание. Сознание. Я есть Брахман. Абсолютная реальность. Огонь не может сжечь меня. Вода не может утопить меня. Ибо я никогда не был рожден, и я никогда не умру. Я вечен. Помните, под «я есть» вы имеете в виду не себя и не ваше тело. Это само сознание. Я есть вечно. Я есть всегда был и всегда будет. Если вы сможете так начинать свое утро, то будете помнить эти вещи целый день. Когда вы идете на работу или куда-то еще, вы будете помнить, кто вы есть и что вы есть, с какой целью вы здесь находитесь. И вы будете делать то, что нужно для того, чтобы пробудиться. Еще раз. Выбор за вами. Делайте с этим, что хотите. Покой. Настало время снова поиграть в игру «Поставь гору в тупик». Есть ли у нас какие-то тупики? Мэри читает вопросы, а Роберт отвечает на них. Дорогой Роберт, опишите, пожалуйста, что такое сострадание и откуда оно взялось. Существует ли сострадание в реальности? Существо, превзошедшее я, маленькое я, существо, ставшее самореализованным, автоматически становится воплощением сострадания. Сострадание – это добродетель сознания, абсолютной реальности. На самом деле сострадание означает, что вы оставили все в покое, и вы все это любите. Всем сердцем вы рады всему тому, что вы видите, как хорошему, так и плохому или уродливому. Это означает, что вы ничего не осуждаете, что вы полностью свободны и позволяете всему остальному тоже быть свободным. Например, вам снится сон, в котором происходит автомобильная авария. Истинное сострадание – это когда вы даже во сне хотите помочь человеку, попавшему в аварию, потому что вы понимаете, что этот человек не знает, что находится в сновидении. У вас есть огромное сострадание ко всему, что происходит, ко всему человечеству, ко всем его страданиям. Хотя вы понимаете, что это сновидение, вы не ведете себя высокомерно и цинично. Вы не говорите «Ой, это так, а это эдак, это будет так, я вложу то, я позабочусь об этом, я сделаю то-то». Вы пребываете в безмолвии, и в этом безмолвии заключено ваше огромное сострадание и великая любовь ко всему сущему. Место, на котором я стою, есть земля святая. Это означает, что вся вселенная – это, так сказать, есть Бог. Все есть Бог, и у вас должно быть сострадание ко всем вещам, животным, насекомым, ко всем растениям. Вы сострадаете всему, что видите, но это добродетель сознания. По мере того, как вы работаете над собой и развиваете себя, сострадание само приходит к вам. Вы сострадаете тем, кто обижает вас, тем, кто создает проблемы в мире. Вы знаете, что они спят. Они живут в смертном сне. Они не способны понять, что они делают. И еще раз. По мере того, как вы будете работать над собой, сострадание само придет к вам. Что такое бесконечность? Являются ли джиняне и бесконечность одним и тем же? Равны ли они? Бесконечность – это все. Все бесконечно. Джиняне бесконечен. Он бесконечен, как небо. Пустота – это бесконечность. Абсолютная пустота. Бескрайнее пространство. Субстрат за пределами пространства – это бесконечность. Клей, который удерживает планеты в их орбите – это бесконечность. Все, находящееся за пределами тела, за пределами ума, за пределами мыслей – это бесконечность. Так что вы можете сказать, что бесконечность – это просто другое слово для обозначения сознания. Роберт, бесконечность – это то же самое, что джиняне, или бесконечность – это нечто большее, чем джиняне? Когда вы говорите о джиняне, то тут не существует такого понятия, как «больше» или «меньше». Джиняне охватывает все. Поэтому мы не можем сказать, что бесконечность отличается от джиняне. Бесконечность – это джиняне, так же, как и чистое осознавание, или садчитананда. Это все бесконечность. Нет никакого разделения. Вы пытаетесь отделить джиняне от чего-то. Никогда не бывает разделения. Все представляет собой одно и то же. Это все одно. Вы разбиваете это на части и создаете двойственность только тогда, когда начинает думать ваш ум. Но за пределами ума существует бесконечность. Бесконечность, сознание, джиняне – это все одно и то же. Это просто слова, предназначенные для того, чтобы иметь возможность по-другому выражать это. Выйдите за пределы слов. Почему людям кажется, что они чувствуют интенсивную физическую энергию после того, как побудут в присутствии просветленного человека? Представьте себе, что вы выходите на солнце. Чем ближе вы к солнцу, тем больше тепла вам достается. Чем ближе вы находитесь к джиняне, тем больше реальности, тем больше истины входит в вас. Джиняне похож на силу, на энергию, на электрический заряд. От джиняне всегда исходит милость. Если вы чувствуете ее, то примите ее. После того, как джиняне превзошел весь мир и всю Вселенную, в нем пребывают все силы Вселенной. Не существует более никакой разницы между Вселенной и джиняне. Это все одно. И это всепроникающее. Но проявление сознания превратилось в джиняне. Это подобно свету солнца. Каждый солнечный луч другой. Какие-то лучи сильнее других. С джиняне то же самое, что и с лучами солнца. Чем ближе вы подходите, тем больше тепла вы получаете. Таким образом, чем вы ближе к джиняне, тем интенсивнее уничтожается ум и приходит реальность. И вы чувствуете это. Но вы и есть джиняне. Пробудитесь к этой истине. Вы и есть то. Нет никакой разницы между вами и мной. Вы видите эту разницу, а я нет. Роберт, осознает ли джиняне все в бесконечности, или бесконечность просто действует через джиняне? Нет никакой разницы между джиняне и бесконечностью. И это одно и то же. Есть лишь одно. Бесконечность не действует. Если бы вы только могли себе представить силу, которая занимает все пространство и время. Нигде не остается никакого места, потому что эта сила занимает все пространство. Таким образом, вы не можете сказать, что есть пространство и что-то еще, ибо ни для чего другого не остается места. Все пространство занято. То же самое и с бесконечностью. То же самое произошло с бесконечностью. Она пронизывает все пространство. И нет места ни для чего другого. Но еще раз. Вы не можете сказать, что джиняне – это бесконечность. Ибо есть только бесконечность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова